Друзья, 8 сентября будут проходить выборы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах. Мы поддерживаем протест избирателей в Москве и запускаем хэштег «Я с Москвой». Ну и, конечно же, показываем вам забавные предвыборные войны кандидатов в мэры Новосибирска. Здесь все уже понимают, что избиратели проголосуют за коммуниста Анатолия Локтя. А вот среди оппонентов разыгрываются нешуточные страсти. Информации о независимых кандидатах и о настоящей оппозиции вы не найдете, потому что капитализм, человек к человеку волк, всем правят деньги. Мы понимаем, что информации не проплачены, практически в общественном медиа не существует. И вот сегодня Алексей Мазур, который сейчас по сути работает на господина Бойко, который пудрит мозги нашей молодежи. Это силы деструктивные абсолютно, работают на развал России. Все, больше у них целей нет. Они делают второй Майдан. То есть, если вспоминать его как бы бога Навального, корни растут из Чубайса, из Гайдар и так далее, и так далее. То есть, нашему поколению объяснять надо, что за этими силами идет. Значит, Сергей Андреевич, только что вот вам выдали эксклюзив насчет создания коалиции. По какому принципу она будет? В пользу кого надо будет? Кто возглавит эту коалицию? Все эти кандидаты осуществляют снятие в пользу того, который по соцопросам набирает самое большое количество голосов в этой группе. Ну вот вы сейчас проводили соцопросы. Кто набирает самое большое количество на сегодня момент? На сегодняшний день все соцопросы и наши, и мэрские отдают мне второе место. Может быть, поэтому вы такой сторонник коалиции? Может быть, и поэтому. Вот коалицию они, значит, объявили против меня, во-первых, как единого кандидата от оппозиции. Раз, то есть, они удалились, они уходят от всех контактов. Сегодня была жеребьевка на 49-м канале, но это просто смешно. Выпадаем опять мы с пинус. Готовы ли вы отставить в сторону личные амбиции и в интересах города присоединиться к коалиции оппозиционных кандидатов? Очень многие мои избиратели считают, что я не должна сниматься ни при каких условиях. Понимаете ли вы, что если мы сегодня не объединимся и не поставим себе целью сместить действующую власть, то мэром останется локоть, а ваша программа останется в архиве? Я готова объединяться с другими кандидатами. Но то, что для меня принципиально и то, что для меня важно, это то, что я не собираюсь сниматься с выборов. Понимаешь, они просто боятся прямых боестолкновений, боятся даже на чужой площадке, где невозможно задать нормальный вопрос, где Никитин все обрезает. Они даже в этом смысле боятся диалога прямого. Дмитрий, вот вы стали мэром города Новосибирска, вы пришли в ваш кабинет. И какие три ваших первых действия? Вот обычно всегда говорил, что какой хороший вопрос. Нет, вопрос совершенно глупый. Я напомню, что я считаю себя до сих пор наиболее подходящим кандидатом на эту должность. Шансы на победу у меня велики. Этот город заслужил лучшего. Да, я наиболее подходящая кандидатура. Я, уровень моей компетенции, особенно в ряде вопросов, связанных с земельными и имущественными отношениями, с землеустой. У меня есть четкая цель, интересы города Новосибирска. То, что касается точной застройки, прекращения принятия генплана. То, что касается обязательно дизайн-кода. То есть приведение зеленых зон в порядок, то есть возможность людям выходить в тенек, бабушкам сидеть на лавочках, не искать урну, ходить по нормальному асфальту, а не в столбах все утыкано. Понимаешь, цель очень ясна и понятна, то есть интересы жителей города. В городе у нас почему-то, пишу, 50 тысяч неуверенно обманутых дольщиков. Как будете им помогать? Нет, в городе у нас пока, слава богу, не 50 тысяч. Мы с тобой сталкивались уже в политической работе, я вроде как повода не давал мне не доверять. И тут происходит просто травля, она идет в сетях, наверное, ты видел, методически, да, я говорю, при этом они удаляются, то есть не дают мне возможности даже ответить на подобные комментарии, инсинуации, ложь. И то есть это все тиражируется, и они все-таки пытаются разыграть эту карту единого кандидата. Единый кандидат от оппозиции, вот, Викторович Олег, это патриотический промок. Все, а у них почему-то такое, вот они решили, что они ультралибералы, это вот их тусовка, и они только имеют право вещать от имени народа. Все остальные политические силы тут не учитываются. Там странный симбиоз, отставные чиновники, причем областного правительства высочайшего уровня, городского правительства, тут же застройщики, тут же крупный ритейл, который как бы спонсирует свои интересы, решает. И тут вот эти деструктивные силы, которые обманывают наших малышей, потому что, ну, у молодежи просто нет критического мышления, нет жизненного опыта. Они плохо помнят 90-е годы, что эти силы уже тогда натворили, да, когда 30 миллионов не вписались в рынок. Да, и нормально. Вот это их идеология. Чубайс. 2.0, то есть возвращение. Напоминаем, друзья, что в ближайшее время мы вас поближе познакомим с деятельностью еще одного кандидата в мэры Новосибирска, генерала Софиулина, который, возможно, вместе с погонами снял и нравственные принципы. И в одном он прав. Город заслуживает лучшего. А мы еще раз призываем всех поддержать протест избирателей Москвы за честные и свободные выборы. Записывайте видео с хэштегом «И я с Москвой», рассказывайте, почему вы поддерживаете протест избирателей Москвы и выкладывайте в социальных сетях.